Самара – город ярких людей, смелых творческих экспериментов. Родина всероссийской студенческой весны. 30 лет назад здесь, на берегах Волги, фестиваль объединил вокруг себя молодежь всей страны и стал культовым. В разное время лауреатами и победителями студвесны становились Евгений Гришковец, Александр Морозов, Диана Арбенина и Светлана Сурганова из группы «Ночные снайперы». Творческий потенциал молодых талантов оценивала авторитетная жюри Евгений Дога, Александр Розенбаум, Лариса Голубкина. Мы хотим познакомить вас с людьми, стоявшими у истоков фестиваля. С людьми, которые были участниками и идейными вдохновителями студвесны. Мы, Светлана Кудрявцева и Анатолий Головко, авторы нового проекта телеканала «Самара Гиз». Алексей Щербинин, Игорь Аляксин и Андрей Бершов. Группа комиксы практически в полном составе. Сегодня мы у них в гостях. Здрасте. Здравствуйте. Добрый. Эксцентрик группа комиксы. Лауреаты Всероссийской студенческой весны 96-го года в оригинальном жанре. Квартет выпускников Самарского государственного института культуры, работавший в жанре клоунада. После распада коллектива его участники остались верны творческой профессии. Прошло уже почти 30 лет с момента образования вашего коллектива. Давайте вспомним вообще, как все начиналось, как вы собрались. Вот у нас есть охранитель традиций. Старожилый. Самый пожилой человек, который уже практически ничего не помнит. Решили спросить. Он ведет дневник наблюдений. Я скажу. Начиналось все очень мило. Значит, мы учились в Институте культуры, Самарский государственный институт культуры, на отделение режиссура. Там проходили всевозможные творческие встречи, капустники, театральные постановки. Мы ходили, любили ходить друг к другу. Мы смотрели, удивлялись, сами удивляли. И потом решили, думаем, а чего нам пропадать, когда мы закончим институт? Встретимся и будем продолжать удивлять всех. И вот так, закончив институт в 93-м году, мы создали группу комиксов. Кто-то в 93-м закончил, а кто-то в 94-м, понимаете. Мы с Алексеем еще год учились. Но на самом деле, я сюда добавлю к этим прекрасным словам, что параллельно у нас все-таки театральное направление, театральная режиссура, но параллельно нам всем очень нравилось творчество замечательного коллектива во главе с Вячеславом Полуниным под названием «Лицедеи». И в то же время еще активно работал коллектив по названию «Маски-шоу» с Георгием Делиевым во главе. Поэтому вот это направление, так мы назвали это направление «театральная клоунада». Это направление нам очень всем нравилось, и мы стали все чаще-чаще соприкасаться с этим направлением все ближе и ближе. Да, но на профессиональном языке это звучит как эстрадная клоунада. То есть вот есть цирковая клоунада, когда коверные работают, там белые и рыжие клоуны. Мы же вот именно на сцене, поэтому эстрадная клоунада. А еще третий вариант – сценическая. А четвертый вариант, его здесь нет сейчас, четвертый вариант, он в Москве. Да, мы его забыли там. А на «Студовеснову» в каком году попали и как вообще обкатывали первые номера? Ну, надо забежать все-таки чуть вперед, наверное, да? Назад. Назад, подсказывает на сцене. Ну, повернуться просто спиной и побежать назад. На самом деле, первая официальная, хочется сказать, как, знаете, как музыкальная группа. Первый официальный альбом мы выпустили в начале 96-го года. То есть в течение 95-го года мы год готовили нашу первую программу. И первый раз мы ее обкатали на фестивале памяти Аркадия Райкина в городе Казань. Именно там мы обкатали программу и так обкатали, что нам вручили звание. Ну, все, что можно было нам вручить, нам вручили все. Начиная от гран-при всей команде, а дальше уже там за лучшую мужскую роль, за лучшую... Миниатюру. За лучшую режиссуру. Миниатюр. Да. За лучшую женскую роль. Вот. Все было наше. Вот. Это было, на самом деле, это было действительно первое такое самое крупное наше начало. И после этого уже пошли фестивали. И вторым таким крупным, это, конечно, была российская студенческая весна. 96-й год. Май. 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 Ну, мы уже подкованы. Крепки. В острове мы уже сам. С нарушившими театральными мышцами такие вышли на сцену. И, естественно, тоже... Я вот, знаете, я вспоминаю, насколько мы подкованные были. Мы приехали в Казань, и там, значит, вот наше выступление было в... Как оно называется? Драматический театр у них. Большой или малый. Имени Качалу. Да, 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 да. Вот. А у нас в финале, в финале, Толь, у нас в финале, значит, падают эти... Сейчас этим ничего не удивишь, а тогда да. Шары сверху. На финальном номере. Ну, и я, значит, полез заряжать эти шары, стоим, надуваем. А театр настолько старый уже. Там все эти вот такие вот веревки. И поехала вся конструкция вниз. И вот тут я простился с жизнью. И проклялся, что на свете-то назначение приехала я в Казань. Ну вот, а чем закончится? А так это ты полез, получается? Да. Вот видите, еще мы получили диплом за самый лучший монтировщик. Сами свои заряжаются. Это так страшно было вообще. Она, когда поехала... Ну вот, когда вы вернулись из Казани, почему вообще пришла в голову идея попасть на 102 сну? Насколько я знаю, туда вообще профессиональных актеров раньше не пускали. А в том-то и прелесть, что мы профессиональные театральные режиссеры. А это фестиваль, понятно, студенческого творчества. И это оригинальный жанр. То есть он как бы... Если мы были цирковые, да, то есть каким-то образом хоть как-то связано. А мы же, получается, вообще люди, ну, в стороне. Поэтому у нас, собственно говоря... И да и мы не просили, нас, в общем-то, пригласили. Потому что, ну, что уж греха таить. Потому что, когда мы в Казани получили гран-при, на самом деле на местном самарском, так сказать, телевидении очень было много новостей по этому поводу. Там также были программы, нас приглашали. Показывали, помню, эпизоды. Тогда еще с видеокассетой мы приходили, там, ее вставляли. Поэтому... В качестве хедлайнеров, да? Да, поэтому и... Ну, то есть это была для нас такая новая ступень. И я помню, проходил это все в Дворце Спорта. Да, да. Да, огромный. Не театр оперы и балета. Нет, это был Дворец Спорт, огромная сцена. Нам тоже было интересно. Там были отборочные туры. И в Адово, и в Театр оперы и балета. А в финал... В Карава-концерт. В Дворце Спорта, да. То есть для нас тоже был такой новый опыт. Дворец Спорт, огромное количество зрителей. Как бы сможем ли мы этого зрителя окучить, получить аплодисменты? Это было интересно. Сможем ли мы не потеряться на этой огромной сцене, перед огромной публикой? А программу с 96-го года помните? Ну, конечно, помним. Просто в чем была прелесть? Мы в Казани накатали. У нас программа была 40 минут. Да, там плюс-минус. Чем больше? А на Российской студенческой весне, там, по-моему, два номера. 20 минут, по-моему, там. 20 минут мы показывали. Ну, то есть... И три номера. Ну, что-то вот такое, да. А финал вышел как раз на этот самый, на большую площадку, вышел один номер, собственно говоря. Ну, да. Ну, как обычно, в галоконцерте там по одному берут самому яркому. Ну, самому яркому, да. Это была первая-единственная 120-на в Самаре у вас или потом еще выступали? Или потом уже случилась Москва? Вспоминайте, друзья. Внимание! Нет, в Самаре, дело в том, что если ты получаешь призовое место, то ты как бы автоматически уже переходишь в другой ранг и тебя не допускают. Ну, то есть, по сути, Самарская студенческая весна стала отправной точкой в вашей карьере, в вашего коллектива. Практически, да, да, да. Потом поехали мы в Москву, там, в Москве этот фестиваль «Фестас» там тоже. А, все правильно, ты говоришь. Нас как раз из Самарской студенческой весны пригласили, говорит, вот есть в Москве. Как звали человека, который был в жюри и пригласил нас? Костя Константин Пермяков. Вот. А они как раз в Москве, там, фестиваль «Фестас» проводился большой, он международный, там, ну, такой фестиваль, как вот молодежи студентов, назовем так его. Вот, но он звался вот «Фестас». И да, действительно, после российской студенческой весны он заметил нас и пригласил в Москву. И мы вот стали туда все чаще заезжать, а потом поняли, что... Наше место там. Что уж ездить туда-сюда. Нет, 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 жентельмены, не лукавьте, ну, не лукавьте вы, давайте быть до конца откровенными. Никто, как нынешнее, так сказать, направление, никто нас в Москву не гнал, согласитесь. Нас пригласили. Нас пригласили в Москву, поэтому мы поехали. Не так, как вот сейчас, да, я вот на уровень вышел, да, и я буду считать, вот, как сказал Андрей Николаевич, окучиваясь, а приехал в Москву. Нет, нет, нас пригласили. Нас позвали, нас позвал Семен Матвеевич Каминский, вот. Председатель жюри в Казани, да, да. Ну, поэтому, собственно говоря, и поехали. А так, да мы, нам звезд с неба-то, что нам хватать-то? Мы жили и жили скромно. Зная, что никакой в 90-х годах для режиссера театрального коллектива, преподавателя, никакой особенной перспективы нет. Ну, ну так уж вот, ну, кому мы нужны были, ну, так вот, по большому счету. Ну, согласись. Не, но мы нужны. Хоть это пензер разрывало прямо, давай к нам поедем, да, а тебе еще что-то. Ну, и потом мы с Андреем Николаевичем служили в армии. Слушайте, вот этот жанр, в котором вы выступали, он в то время вообще был вызовом для общества? Или уже это достаточно такая была история, к которой все привыкли? Жанр клоунады. Ну, я думаю, что как раз в то время это был такой жанр на... Я думаю, что это пик как раз был. Вот эти вот маски-шоу, лицедеи, они как раз вот набирали силу. На самом деле и много. Вспомните даже вот сколько в Самаре тогда одновременно было вот этих коллективов, дуэтов. Мы вот недавно был творческий вечер, и мы видели людей на экране, которые сейчас уже... Я вспомнил, шоу-шоу. Вот, вот. Давно не в искусстве мы этих людей видим. О, а он там работает где-то... Нефтяников, кстати. Нефтяником, да. Кто-то там журналистом, но тогда это было даже в Самаре, там, ну, порядка четырех точно КамАЖ было. И почему, интересно, они этим вот стали заниматься, непонятно. Может быть из-за того, что кто-то... Потому что мы, может быть... Ну, мы вообще жанр... Ответ на вопрос. Потому что жанр был действительно очень такой в то время популярный. Как современный стендап? Ну, наверное, да. И многие вспомните, на фестиваль мы приезжали в Москву, потом у нас там очень много было поездок в то время на все фестивали. Там в оригинальном жанре очень много коллективов выступало. Это сейчас их нет, собственно, вообще. А тогда их было много, и мы действительно там... То есть, это такие были значимые победы. Мы приезжали, там как минимум четыре-пять коллективов было. И среди них там становятся первыми, конечно, это... А потом, позже, да, мы уже такие сами с собой боролись. Приезжаем на фестиваль уже там в 2000 каком-то году, а там, говорит, а-а-а, тут кроме вас-то и никого нет в оригинальном жанре. Там в стриме немного, да, там в стендапе. И, соответственно, уже нет ни мест для нас, ни гран-принча. За верность жанру, за прекрасных людей просто, за коллектив, который... За профессионализм. За профессионализм, да. Вот и немножко, собственно, да. Всем нашим гостям вообще задаю вопрос про самарский юмор. Есть ли какая-то отличительная черта или фишка, которая вот нас выделяет среди всех остальных? Внимание! Нет, вопрос. Нет, в связи с тем, что Самара – это купеческий город, да, то есть здесь сюда стекались всякие там люди из... Из... Так, и ваш вариант ответа – говорите. И мой, значит, такой вариант. То есть здесь, я думаю, что в Самаре самое лучшее вообще собрано было, да. Здесь самые лучшие песцы, здесь самые лучшие... Певцы. Певцы. И так далее, и так далее. Хорошо. Ваш ответ понятен. Послушаем ответ Алексея. Да, я вот что хотел сказать на этот счет, Толя. Значит, всегда мы старались придерживаться именно мирового уровня. Насколько бы пафосно это сейчас, смешно, не смешно не звучало, а именно вот, знаете, вот, мирового уровня. То есть то, над чем могли бы смеяться, потому что мы и на других фестивалях, и на конкурсах, которые ездили, мы встречали и мимов, и клоунов, мы общались и с цирковыми клоуновами, и с эстрадными артистами, и там разговорного жанра какого угода. Вот смотришь на вещи, вещи именно с мировой точки зрения, но в то же время, обязательно акцент, все это идет на русском. Ну, то есть на английском... Хотя именно Алексей внес такое, вспомните, интересное понятие, когда мы делали, придумали номера, и, значит, этот номер выходит уже на сцену. Именно он, как такой, значит, мерило номер был такой, он говорил, вот сейчас проверим, это валютный номер или нет? То есть можно его катать будет не только в рамках, там, действительно русского язычного, а вот пройдет ли он за границу, вот этот валютный номер. Поэтому в нашем жанре, но на самом деле это язык тела, язык нашего жанра, это международный. То есть если... Ну, то есть это была адаптация на русскую аудиторию? Ну, то есть ты какие-то там... Если бы пришел, например, какой-то иностранец, было бы понятный там... Да. То есть понятно, что в театре странных миниатюр, в Стэме, там важны шутки, так сказать, злободневные, шутки, связанные с теми людьми, которые живут здесь и сейчас. У нас все-таки немножко другой момент, поэтому здесь, наверное, мы не согласимся, что там специфика юмора именно волжан, она отличается. Но, естественно, мы-то через себя пропускаем. Конечно, энергия Волги. Конечно, мы отличались. И мы приезжали на фестивали. Откуда вы такие энергичные, ребята? Мы говорим, мы волжане. Наверняка много интересных историй с вами происходило в 90-е годы, в том числе в Самаре на 102 сне. Может быть, что-то попробуем сейчас вспомнить? Не знаю, я помню, как-то мы выступали. Это не очень интересная история в плане смеха. Но я прекрасно помню, что такое закон сцены. Вот ты вышел на сцену, здесь все работает. Цвет, музыка, 5-10. Как бабахнуло, шарахнуло это. Фейерверк. Все, капец. Я думал, я лишился глаза. Она мне залетела в глаза. Хорошо, вот у Саши Морозова на этом мероприятии была знакомая экстрасенс. Она меня заколдовала и мне прошу. А так думал, все, капец. Остался без глаза. Ну, вот неинтересно. Не смешная какая-то. Ну, не смешная. А ты не в этом смешная. Помнишь, действительно, что такое смешное? Я прекрасно еще помню. Едем мы в Москву. Вот, везем мы программу. Цендери, значит, нас все бабки. Цендери – это центральный дом работников искусства. Да, да, значит, нужно, Семен Матвеевич Каменский говорит, нужно пройти этот экзамен. Обязательно нужно показать вот эту программу. То есть, если вот этот театральный старый зритель примет ее, то, значит, вам действительно… Да, 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 да. Там, да, тетеньки с веерами сидели. Да. И мы, значит, едем, значит, хихи у нас, ха-ха, туда-сюда. И Саша Морозов, Саша Морозов, он не выговаривает слово «больной». Он хотел мне сказать, ты что, больной? И он говорит, ты что, больной? Ну, без мягкого знака. Ну, мы поржали, ну, посмеялись, ну, похихикали. Приезжаем. ЦДРИ, выступление. А у нас был такой номер, вот, когда мы выходили, три поросенка 20 лет спустя. И четвертый волк, который два поросенка выходит, а третьего он съел, ну, там целая история. Ну, я думаю, ну, дай же я ляпну. А Андрюша не было. Пошучу. Думаю, дай это шучу. И он, значит, мне задает какой-то вопрос, и я ему спрашиваю, говорит, он у тебя что, «болной?» Как мы рухнули, я, Морозов, Гоша, и на корячках за сцену лезем. Просто лезем. Андрюш стоит за колесами, вы что, дураки? Вы что, дураки? Вы что делаете? Вы что, дураки? Ну, просто сил не было. Чем хорош наш коллектив, да, чем нам повезло, что, во-первых, все четверо, они все здоровы, потому что, ну, к сожалению, время бежит, и много наших знакомых, друзей, коллег смотришь, и вот не хватает людей уже, их нету, потому что, да, но мы, вот я говорю, слава богу, мы все здоровы, мы все живы, и самое, что интересно, мы все остались в профессии. То есть Алексей, вот, режиссер, постановщик массовых спортивных мероприятий, в 2018 году именно он на нашем безграничном пляже устраивал огромное количество акций, спортивных мероприятий с участием не только самарских, российских, но и международных гостей. Ну, подтвердите мои слова, Алексей. Ой, моя медаль, полученная в администрации города, могла бы подтвердить ваши слова за, так сказать, Поэтому много-много-много-много с артистом предприятий. В профессии человек есть и будет, что прекрасно. У Игоря, у Игоря продолжитель наших традиций, собственно говоря, пантомима колонаду, у него своя студия под названием... Арт-студия комиксы. Видите, он не стал даже долгого дня. Как бы торговая марка сохранилась. Существует студия, арт-студия комиксы, значит, количество народа там у нас студентов плавает, оно бывает и мало, бывает и много, кто-то приходит, кто-то уходит. У Игоря студия не просто, так сказать, люди талантливые, он отбирает за большие таланты, нет. К нему приходит каждый желающий, причем интересный срез, это профтехобразование Самарской области, это люди, которых, так сказать, сложно заманить. Поэтому у него такая педагогическая большая работа. Такие они озорники. Вот, видите, это он сейчас такой добрый такой. А приходится, да, Игорь? Ну и, наконец, Андрей Николаевич. Ну, во-первых, режиссер знаменитейшего муниципального театра «Задумка». Это раз. Да и, собственно говоря, я этим все сказали. Ну да, ну да. Ну, я еще раз скажу, мы рады тому, что все здоровы, все в профессии, да и все дружат, понимаете? Многие опять же говорят, все, не хочу знать этого человека, не хочу с ним больше ничего делить, потому что это моя миниатюра, это я придумал это название, а это я, а это я. Нет, понимаете? Алексей регулярно едет на съемки программы встречать в Александр Морозово, понимаете? Переодиц. Ну, все равно Александр же не один, он не может без Алексея. Понимаете, чем делать? Поэтому все-все-все общаемся, все встречаемся, поэтому мы могли бы сказать, знаете, как, спасибо вашей программе, что собрали нас. Да. Мы и без вас, собственно, собираемся. Ну, можно сказать о том, что Самарская студенческая весна, по сути, открыла очень много талантов и продолжает это делать? Тем более, что сейчас юбилей, опять приедут к нам люди со всей России, различные творческие коллективы, есть ли у них вообще перспектива стать такими же крутыми и известными, как многие люди из Диму Роскута? Анатолий, вот что я для себя, простите, что я не вытерпел, но это нормально, что я для себя почерпнул, вот когда занимался еще, ну, как бы, ну, оттенками, так скажем, вот современных студвесен и так далее, я был очень удивлен, когда мне говорили, что второго лепса услышать – это несложно. Вторую Аллу Борисовну Пугачеву – тоже несложно. А вы дайте нам первого. Ну, то есть это такое прочтение должно быть. Песни, танца и прочее, чтобы мы вот так вот развернулись. Или что-то новое, вообще другая песня. Да, да, да. Повторить одно и то же. Ума много не надо, вы сделаете нам из человека человека. И вот я считаю, те, кто занимаются, вот режиссеры, организаторы, творцы, те, кто рожают вот эти таланты на студенческой весне, которая родилась здесь, в Самаре, и уехала. Ну, как приятно, что она вновь возвращается. И сюда даже хочу добавить. Вы знаете, ну, мое мнение такое, что в свое время российская студенческая весна, конечно, ну, как бы легче, что ли, открывала талант, потому что тогда, ну, менее насыщенно было все, да, или для людей было действительно удивление, если номер, вам они увидели какой-то танцевальный, то это было открытие, да, если нас увидели, это было открытие, ну, действительно, ну, можно сказать, нескромно, было открытие. И вот после этого, почему и нас пригласили туда, сюда, туда и еще раз сюда, вот. То сейчас, вы знаете, конечно, так как бы сложнее. С одной стороны, легко, да, то есть время телефонов, мгновенно что-то появилось, а человек и узнал весь мир. Но с другой стороны, насколько сейчас все насыщено. Я не знаю, можно ли вообще сейчас вот чем-то удивить. Как вот, Игорь, ты все больше здесь. Мне кажется, сейчас и качество, в принципе, юмора абсолютно другое. Я думаю, что удивлять можно всегда. Да, сейчас просто другими способами нужно, так сказать, другие рукавицы одеть. Просто сейчас вот некоторые, вот на мой взгляд, некоторые безвремени, да, в плане творчества, сейчас вот как-то в ожидании какой-то идет, да, то есть накопление какой-то энергии. Было время разбрасывать камни, вот сейчас нужно немножечко подсобрать, да, немножечко аккумулировать в себе энергию и потом ее выпустить. Потому что постоянно нельзя выпускать вот эту штуку. Потому что это будет некачественный продукт, это будет ширпотреб. Он как бы уже настолько надоел. Вот в связи с тем, что открыты сейчас границы и интернет, то есть все пятое-десятое, кажется, ощущение такое, что всего так много. А на самом деле это вот 10% из того, что могло бы быть вообще, вот допустим, в наши времена. В наши времена было гораздо больше всего. Это я не как старая бабка, это самое, «Ой, типа вот мы, родственных, мы-то, вот у нас-то был». Не, не из-за этого. Я просто как бы провожу анализ некий, вот, и я считаю, что вот сейчас мало всего этого. Просто есть возможность все видеть. Но чем хороша все-таки российская студенческая весна, что там действительно на фоне того, что всего много-много-много-много, там можно что-то увидеть и открыть. Она все-таки открывает таланты. Вот мне кажется, вот в этом ценность. И слава богу, что она есть, жива. Ведь много всего, так сказать, закрылось, потерялось, а она живет. Студ весна – это особое время года. Это время надежд. Время для воплощения в жизнь самых амбициозных проектов. В момент зарождения фестиваля в 90-е годы его участниками стали 260 человек. Теперь на юбилей к нам в гости приедут более 3,5 тысяч молодых талантов из 85 регионов России. В этом году Самара вновь распахнет свои двери, чтобы открыть стране и миру новые имена. Студ весна возвращается к истокам. Добро пожаловать домой! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова